МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Не заплутать в дебрях цифровых решений, понять, как они работают, узнать о тонкостях, скрытых возможностях и не стать жертвой киберпреступников поможет программа «Цифровой Казахстан». Как получить электронные государственные услуги без электронной цифровой подписи? Какие справки особо популярны у казахстанцев? Обо всем в этом выпуске программы «Цифровой Казахстан». Получение государственных услуг, справок через интернет относительно недавно стало для казахстанцев вполне себе привычным делом. И вот у жителей страны отпала необходимость в походах по кабинетам, стояния в очередях, а на получение некоторых нужных бумаг теперь уходит лишь время, нужное для нажатия кнопки на компьютерной мыши. Для того, чтобы получить электронную цифровую подпись, нужно зайти на сайт pki.gov. Там пользователь подает заявление, затем это заявление приходит в Центр обслуживания населения. Уже после получения ЭЦП пользователь может получить услуги электронного правительства, не выходя из дома. Срок действия ЭЦП – один год. Сегодня удаленно можно получить около 200 услуг. Впрочем, и обычной электронной цифровой подписью разработчики системы электронного правительства не ограничились. Казахстанцы получили возможность записывать ЭЦП на сим-карту. Электронные ключи также можно записывать на удостоверение личности и на флешку, и пользоваться. Есть четыре входа на сайт электронного правительства. По логину, паролю, если имеется регистрация на сайте egov, они там вводят и инсвой, и при регистрации, которые пароль указывали, и заходят на сайт. Второй вход – там имеется ЭЦП на сим-карту. Третий вход – через ЭЦП. ЭЦП – это который записывается на удостоверение, либо на флешку. Четвертый вход – это одноразовый пароль. Одноразовый пароль – это и инводится, и номер телефона. И там приходит на телефон смс, при этом они заходят на портал. Впрочем, жители Казахстана и от походов в центры обслуживания населения пока не отказываются. В центрах обслуживания населения есть зоны самообслуживания. Там работают консультанты, они отвечают на вопросы посетителей. Сейчас чаще всего людей интересует получение адресной справки форм 2 и 6. Но проще и удобнее, конечно, получение государственных услуг, что называется, удаленно. Для этого особых усилий прилагать, в общем-то, не нужно. Существует также возможность получения государственных услуг при помощи сотового телефона. Для этого нужно привязать номер телефона конкретному человеку. Основное отличие от электронной цифровой подписи – возможность воспользоваться услугами электронного правительства в любом месте, в любое время, даже если ЭЦП на носителе, флэшкарте или жестком диске компьютера отсутствует. Услуг, которые сегодня можно получить с помощью сотового телефона, пока немного. Но все дело времени. Прогресс не стоит на месте. По мобильной регистрации на данный момент можно выполнить 10 услуг, на данный момент, которые активно идут. Это идут адресная, форма 6, по недвижимости, наличие недвижимости формы 2 можно выполнить. Также можно прикрепиться в поликлинике, можно по одноразовому паролю. Посмотреть штрафы, оплатить штрафы можно. Приходит каждым разом, как он получает новую услугу, приходит новый пароль. Пятизначные цифры приходят новые. Это для безопасности, для конфиденциальности. Если приходит пароль один раз, с этим паролем второй раз он уже зайти в базу не может. Прогресс не стоит на месте. То, что еще вчера казалось фантастикой, несбыточной мечтой, сегодня обычное дело. Вот и получение большинства документов сегодня в Казахстане уже перестало ассоциироваться с хождением по мукам. Все благодаря цифровому Казахстану. В последних достижениях которого вы смогли узнать, к примеру, из этого выпуска программы «Цифровой». Казахстан. Продолжение следует... Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин